Вы знаете, я хочу сказать о том, что этот год был вызовом, абсолютно согласно со всеми предыдущими выступающими членами жюри. В прошлом году нам было легче, мы могли каждое изделие пощупать, попробовать на вкус, если это было что-то съедобное. К сожалению, в этом году довольствуемся тем, что есть, но этот формат, он, наверное, новый для всех нас, но очень прогрессивный. Я хочу сказать, что детки перестроились и все большие молодцы с точки зрения реализации того, что им удалось сделать. Было видно, что дети волнуются и им непривычно, хотя у нас уже порядка двух месяцев идет обучение онлайн в школе, но выступать перед аудиторией незнакомых тебе людей – это совсем другое. В общем-то, это то, над чем нужно еще поработать. Безусловно, я здесь не только как член жюри, я еще здесь как мама. Мини-босс поменял нашу семью. Некоторые проекты, которые мы внедряем, как бы помогаем внедрять нашему ребенку, они меняют нашу жизнь. И я хочу сказать, что я выступаю на сегодня за популяризацию экологической темы, поскольку очень прониклась этими вопросами при подготовке ребенка к этому проекту. Я сейчас смеюсь, что наша квартира стала похожа на сортировочную станцию, и хочу уже сама поехать на Украину без смятя и посмотреть, где это они были, что все можно разложить по каким-то… Но сейчас, в общем-то, мы это все раскладываем дома. И самое главное, что наши дети более прогрессивные, чем мы. И это сегодня мы с вами больше динозавры, которых надо менять. И поэтому я очень многим деткам написала пожелания свои, как бы, что расширять все-таки аудиторию нужно. Вы наше будущее поколение, но мы еще тоже живем в этом мире. И у вас есть возможность достучаться к нам. Но для этого надо давать больше аргументов, те, которые будут понятны взрослым. Мне понравились идеи, связанные с популяризацией экотемы, с темами, связанными с обучением, с продвижением чтения. Поэтому считаю, что это удачный первый шаг. И с нетерпением жду реализации детьми всего того, что они сейчас спланировали.